О том, что путинский неорейх рано или поздно начнет антиеврейскую риторику, мы говорили еще много лет назад. Ну а в прошлом году эти прогнозы шаг за шагом стали воплощаться в реальность. Дело в том, что так называемая спецоперация окончательно сорвала все маски. И Z-патриотам все сложнее стало скрывать свою ненависть к целым народам и нациям. Семена этого фашизма, а это ведь фашизм, посеяны в человечестве в принципе. Оказывается, это у всех может проснуться. Все началось, если кто забыл, с еврейских погромов в Дагестане. Охота на евреев в кавказских регионах началась еще вечером в субботу. Сначала люди собрались в Черкесске, требуя изгнать евреев из города. Затем антисемитский сход прошел в Хасавюрте. Там люди пришли к гостинице, где, по их мнению, жили, цитирую, беженцы из Израиля. Похожий стихийный митинг состоялся и в Махачкале. Хочешь ли сообщить, что, братишка? Я за еврейцами. За еврейцами? Я только убит на крови. Я тоже. Ты чем будешь убивать? Ножом. Чуть позже на уровне звездных пропагандистов федеральных каналов заговорили о еврейском фашизме. Израильское руководство нынешнее вступило на путь Адольфа Гитлера. Ни много, ни мало. Вы спрашивали, что такое фашизм? Я знаю, что не спрашивали. Это и есть фашизм, по крайней мере, так, как мы его понимали еще вчера. А бенефисом этого людоедства стал, так сказать, дружественный огонь в адрес одного из самых черноротых путинских крикунов. Дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов там обсуждают, какова должна быть политика Великой России. То есть Марков нам предлагает в 21 веке вступить в эпоху этнических чисток. Но Рудольфовичу пока что удалось выйти сухим из воды. Однако потоки ненависти в адрес Израиля никуда не делись. Скажем больше. С началом обострения между Израилем и Ираном российские лидеры мнений будто с цепи сорвались. Куда ни включи, везде облизывание очередных террористов. Маховик запущен. Уважения к американцам ноль. Они пытались сказать не делать и того, не делать ноль. А Иран все равно сделал. Наплевав на точку зрения Америки и ее союзников, Иран делает то, что считает нужно. Это была одна из самых страшных ночей. Но тут не нужно ругать Иран за это. Тут нужно в первую очередь обратиться к руководителю своей страны и начать задавать ему вопросы. Мол, невинные иранские мальчики в трусиках, которые еще недавно через своих прокси резали головы мирным людям, на самом деле просто вынуждены защищаться. От чего защищаться, захотите уточнить вы? А ответ очевиден. От уже упомянутого еврейского фашизма, конечно. Зеленский и Нетаньяху – это ж просто близнецы-братья. Мы прекрасно знаем, что для Нетаньяху вот это вот состояние перманентной войны, да, истерии – это его шанс не сесть в тюрьму. Если проводить параллели между Зеленским и Нетаньяху, да, то у них примерно схожая ситуация. И как же все эти людоеды надеялись, что иранские братушки покажут Израилю Кузькину мать? Ну так, чтобы потом любимые темники о слабой армии и переоцененном оружии достать. Израиль – самое защищенное и безопасное государство. Мощь израильской армии и Цахал не ставятся под сомнение. Моссад – лучшая разведка в мире. Израильская система ПВО, железный купол, непробиваема. Израильский танк «Меркава» неуязвим. Сейчас все эти стереотипы снесены, словно золотая листва порывом осеннего ветра. Но вместо этого случилось все с точностью да наоборот. Лучшие творения иранского ВПК были умножены на ноль израильским ПВО. Отчего карманным кремлевским обезьянкам пришлось экстренно переписывать темники. Судя по тому, что израильтяне смогли отразить довольно легко все, что выпустили иранцы по ним, то это была, как говорится, проверка связи. Вот. Думаю, что иранцы тоже не хотели нанести никакого большого-большого ущерба Израилю. Всем ясно. Иран, оказывается, мог нанести вред Израилю, но просто не захотел. Такие, знаете, детские отмазки из серии «Я бы мог играть за Барселону», но пока в дырявых кедах побегаю во дворе. Иранцы не хотят эскалации. Они, конечно, опасаются, они понимают, что если они сейчас по-настоящему ударят, а они сказали, что они могут ударить и в 10 раз сильнее. Ну а чтобы ура-патриоты не сильно огорчались провалу союзников, пропагандисты вынуждены были экстренно переводить внимание народа на другие, более приятные для них темы. Например, бомбардировку гражданской инфраструктуры Украины. А это для скрипоносцев вообще сродни сладкой булочке. Харьков, Одесса и сейчас Киевская. В Киевской области теплоэлектростанция тоже была, как говорили на Украине, декоммунизирована. То есть, в принципе, последовательная акция продолжается. Почему сейчас очень мощно начинают выбивать энергетическую инфраструктуру в приграничных районах Харьковской области? Потому что именно из них перебрасывались электрические мощности на Харьков, когда там что-то отключалось на крупной ТЭС, поэтому тут важна именно комплексная работа. Что характерно, если раньше за поребриком влажно фантазировали, как оставить Украину без света, то теперь у додиков новая идея. Россияне мечтают вырубить по всей Украине интернет. И носятся с этой сенсацией они как дурни со ступой. Не пора ли нашему министерству обороны подумать над тем, чтобы вообще отключить весь интернет на Украине? Так разом решили бы всю проблему с провокаторами, мошенничеством, разными каналами, с террористическими угрозами. Правда, нам, с учетом последних тенденций, почему-то кажется, что куда вероятнее интернет отрубят в России, а не в Украине. Причем безо всяких обстрелов. Дело в том, что, по мнению топовых пропагандистов, путинскому неорейху интернет страшно вредит. Там целый рассадник врагов народа. А с ними церемониться больше никто не будет. А что касается виселиц и вешателей, был у нас такой в нашей отечественной истории. Граф Муравьев вешатель. Вот такие вешатели нам нужны. Можете себе представить, чтобы где-нибудь еще в мире на государственном телеканале призывали вешать неугодных граждан? А в современной России, как видите, это обычное дело. А нам будут нужны такие, уж не знаю, дойдет ли до Польши или нет, но даже те территории, которые уже наши, очень нам нужна та дисциплина, о которой ты рассказывал вначале. Причем список потенциальных жертв растет с каждым днем. И если раньше ура-патриоты мечтали расправиться с либерастами, навальнятами, ну а далее по списку, то теперь угроза нависла и над особенно говорливыми представителями глубинного народа. Ведь та же Симоньян совершенно искренне считает, что задача холопов днем батрачить, а вечером гордиться родиной, слушая условного Соловьева. А когда вместо этого холопа показывают рожки, как это происходит сейчас в том же Оренбурге... Зачем люди должны за свой счет, блядь, у которых жилья не осталось, выделять на подушки? И воду в роток. И все молчат, и воды, воды нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, потепровод. Извиняюсь, на крем присоединили, блядь, потепровод воды, блядь, блядь, а до нас нет. Приехали в Чесовск, в Казках, на катерах, да никому, блядь, ничего не надо. Ну я думаю, что это халатность проявили чиновники. Здесь-то и нужна упомянутая Марго карательная терапия. Был у нас такой в нашей отечественной истории? Граф Муравьев вешатель. Вот такие вешатели нам нужны. То есть проходят даже не годы, проходят столетия. Русский мир как держался на страхе и трупах, так и держится. И очень зря многие уропатриоты думают, что их лично или их семьи это не коснется. Мы, например, вообще не сомневаемся, что уже в самое ближайшее время по ушам получат, скажем, мамки и жены многих героев той самой путинской СВО. Наши сыновья находятся и находились на передовой в страшнейших, тяжелейших условиях. Без еды, без воды, без жетонов, без соответствующей одежды. Дело в том, что с первых дней так называемой спецоперации темник под условным названием «Потерь нет» является суперважным для Кремля. Якобы потерь, если и случаются, то минимальные. А мясные штурмы при этом фейк у Красмей. Еще долго будут анализировать эту операцию, но ведь на самом деле это переломный момент в оценке возможностей наших войск. И речь идет не только о том, что мы взяли Авдеевку, самый укрепленный. Это само собой. Но и в том плане, что брали не мясными штурмами. И просто представьте, как корежит пропагандистов, когда после всех стараний вылезают убитые горем тетехи и начинают сливать неудобную правду и простертые в ноль подразделения. Хотим обратить внимание на славу 114-й бригады. Ее называют «мясной». Это означает, что там не берегут людей, отправляя на мясные штурмы. Так, 2 апреля 2024 года около 70 парней было направлено по запросу в 114-ю бригаду для выполнения боевых задач. Ребят без огневой поддержки, должной амуниции и боекомплектов отправили на штурм населенного пункта Семеновка. По итогу ребят много двухсотых, трехсотых и без вести пропавших. Руководство 114-й бригады не дает вытащить раненых и погибших. И про безумных отцов-командиров. Сегодня, 11 апреля 2024 года, наши ребята каждый день гибнут из-за отсутствия военной стратегии и собачьего отношения к жизни у людей. Бойцы, уходя туда, просто прощаются с жизнью, зная, что идут не просто в бой, а в мясной бой. За неделю полк практически уничтожен. Угадайте с одного раза, будут ли церемониться с такой публикой людоеды типа Симоньян? Особенно с тем учетом, что как раз ее мужик носился с требованием ввести жесткую цензуру. Мы уверены, что для общества, в широком смысле слова, необходимо знать о тех проколах, которые мы получили в Макеевке или под Углидаром. Есть мнение, что ответ очевиден. С другой стороны, подобные процессы, происходящие сейчас в стане врага, лично нам очень на руку. Нет сомнений, что система начинает трещать по швам, а пауки в банке активно грызут друг друга. Вспомните, например, первую громкую разборку между ЧВК Вагнера и Кремлем. Тогда одно из самых боеспособных подразделений оккупантов сначала окрестили предателями. Никогда ничего в России нельзя решить мятежом. Никогда. Но есть такая фраза. За вчера спасибо, а за сегодня ответим. Предательство не прощается. Ни в коем случае. Несмотря ни на какие заслуги, которые были ранее. Я еще раз повторюсь, что единственный выход для этих друзей, ну, наверное, застрелиться. А после, по сути, умножили на ноль, ликвидировав командиров. Стало ли Украине лучше таких раскладов? Да, конечно, стало. А сейчас можно искренне порадоваться, что маховик репрессии и взаимного недоверия вновь набирает обороты. Разница только в том, что врагами народа теперь карманные лизоблюда Кремля окрестили не вагнеровцев, а украинских коллаборантов. За какую ты родину? За СССР мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, сволота криптобандеровская. А ведь и Губарева, и Царева, и ту же Мантян лично мы неоднократно предупреждали о таком повороте судьбы. Просто предателями, как и презервативами, сначала пользуются, а потом просто выбрасывают в мусорное ведро. И, конечно, украинские коллаборанты свято верили, что они особенные и их такое не коснется. И очень хочется уточнить. Ну как там жизнь в новой родине? Получилось стать своими? Вот эти все Стрелковы-Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Мантяны. Кто вы такие, чтобы что-то здесь говорить, указывать нам, каким должен быть Владимир Владимирович Путин, Министерство обороны и все прочее. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 2014-2015 году, так и у всех нас. Причем, что забавно, вместе с украинскими предателями под горячую руку скрипоносцев попали и любители русского мира из других стран. Скажем, вот этот американец с позывным «Техас» много лет был звездой российской пропаганды. Появляются люди, которые действуют согласно собственной совести и приезжают сюда, и дело даже не только в русском мире, дорогие мои, дело в фашизме. Спасибо Господи, дал возможность познакомиться с «Техасом». Если бы Джордж Сорос позвонил мне и сказал, «Эй, я буду давать тебе по миллиону баксов в месяц, чтобы ты жил в моем пентхаусе в Дубае, я бы ни капли не заинтересовался его предложением». «Здесь теперь мой дом, и я люблю его, и я буду защищать его, и нет в мире места, которое я предпочел бы Донецку». Не очень трезвого деда таскали по эфирам годами, где он за бутылку Путинки и бутерброд с колбасой обещал сначала уничтожить всех фашистов в Украине. Победа наступит, когда на Украине не останется ни одного фашиста, и эта война ведется не только в Донбассе, на Украине или в России. Мы находимся в эпицентре войны против мирового фашизма. Когда киевский режим рухнет, останется все еще много работы по перестройке Украины, по ее защите и установлению нового правительства. А потом вместе с российской армией начать демилитаризацию и деноцификацию США. «Я получил русское гражданство два года назад. Как я уже много раз говорил, я не уеду из России, потому что правительство США – террористы. И если я вернусь в США, то только с русскими военными, чтобы освободить страну и деноцифицировать ее». Казалось бы, подобное чудо в перьях – просто находка для пропаганды. И позывной «Техас» будет феерить на федеральных каналах до тех пор, пока не откажет печень. Но мы же не зря говорили, что пауки в банке начали активно пожирать друг друга. Меня зовут Людмила Бентли. Я жена Рассела Бентли, позывной «Техас». Хотела бы сделать обращение к следственным органам ДНР и Российской Федерации, ко всем структурам, которые сейчас проводят розыск моего мужа. Я верю в то, что вы помните, что для Народной Республики сделал Техас, когда приехал в декабре 2014 года, сражаться за нас. Он всегда говорит, что тот, кто защищает Донбасс, защищает Россию. Чем предатель США провинился перед оккупантами, сказать сложно. Но по факту чувачка похитили в Донецке люди в форме и увезли в неизвестном направлении. Причем с момента похищения прошло уже более недели. То есть ситуация более чем серьезная. Того гляди, как бы Техас в первом ряду на концерте Кобзона не оказался. Уважаемый Сергей Кожугетович, обращаюсь к вам в связи с исчезновением Рассела Бентли, позывной «Техас». 8 апреля недалеко от линии фронта в Петровском районе города Донецка Рассел Бентли, позывной «Техас» был задержан лицами в военной форме и с тех пор исчез. Его ищет вся Донецкая Народная Республика и не может найти. Мы, кстати, насчет концерта Кобзона вообще не будем против. Ведь, во-первых, для других потенциальных предателей эта история станет наукой. А во-вторых, как бы банально это ни звучало, чем меньше их, тем лучше нам. Поэтому даешь усиленный поиск врагов народа с доносами и расстрелами. Ну а мы пока в сторонке постоим и посмотрим. Особенно с тем учетом, что прыгать на старые ржавые грабли в русском мире любили всегда.